Сижу я на слабом течении на реке, прикормка у меня это панировка, насадка это чернобыльник. Как и в предыдущих видеороликах я рассказывал, что если сидим на небольшом течении на реке, лучше использовать панировку. Если стоячий водоем, то лучше крупы мелкой фракции. Ну а про насадки я также в принципе свои рассказывал, на которые ловлю рыбу, как весной, так и зимой. А пара чесноком, а пара с укропом, черви с укропом и чернобыльник, или же репей, ничего сверхъестественного. Я не случайно заикнулся про насадку и про прикормку, потому что на канале частенько появляются комментарии, а какая у тебя лютая прикормка, а какая у тебя лютая насадка, или там какая лучше прикормка, или какая лучше насадка. Во всех видеороликах я много раз об одном и том же уже говорил, говорил и говорю. Какие прикормки я использую, так же на канале как в Зене, так и в Ютубе есть те самые насадки, на которые я ловлю рыбы зимой. Те же самые прикормки, которые я использую на весенних и зимних рыбалках, ничего не меняя. А зачем менять, когда все работает и все рабочее. А сейчас по чесноку и без цензуры. Ни мормышки, ни насадки, ни прикормки я в приоритете никогда не ставил и не ставлю. Ни на летний, ни на зимний, ни на осенний, ни на какой рыбалке. Ну, так как в принципе весенняя рыбалка, так же приоритетом не ставлю. Я всегда ставлю приоритетом две вещи. Самое главное, первое, это погода, разрешает ли она сегодня рыбе питаться. И второй приоритет, самый главный, наличие самой рыбы в точке лова, то есть подо мной. А все остальное приложится. То есть, если сегодня рыбе погода питаться позволяет, то есть кушать все насадки, рыба будет клевать. И я всегда буду словом с той рыбой и тех видов и размеров, которые есть подо мной. И это очень важно. Но не все об этом, в принципе-то, как говорится, то ли знают, то ли забывают. Всегда приоритетом ставят совершенно не то, что ставить в принципе надо. Ставят приоритетом волшебные мормышки, волшебные насадки, волшебные прикормки. Прикормки, на которые всплывается вся рыба с километров. Насадки, на которые клюет рыба тогда, когда вороны с деревьев не поднимаются, не летают. Да, мормышки волшебные, и где их купить. А наличие рыбы в точке лова и позволяет ли погода сегодня рыбе питаться, да это ни о чем. Это пустяки. На моем канале нет ни в дзене, ни в ютубе волшебных прикормок, на которые рыба всплывается с километров, то есть из космоса в устью приплыла вся. И также нет насадок, которые работают против матери природы, против ее изменений. Нет, не было и никогда не будет. Среди рыбаков, среди браконьеров мой ник Браконьер. Частенько мне и рыбаки, и браконьеры называют. Ну как браконьер, рыбка у тебя клюет? Хе-хе. А сейчас совет браконьера. Когда рыбак будет стоять приоритетом на первое место мать природу в погоду, позволяя ли она рыбе сегодня питаться и на второе место наличие самой рыбы в точке лова, то всегда будет с рыбой, как зимой, весной, летом, так и осенью. Всегда будет с рыбой. С той рыбой тех видов и тех размеров, которые будут находиться рядом с ним. А до тех пор, пока рыбак ставит приоритетом насадки, волшебные прикормки, волшебные мормышки, волшебные монтажи, то всегда в принципе-то будет с нулем, как зимой, летом, так и весной и осенью, как на реке, так и на озере. При этом в любую погоду. Совет браконьера. Советую прислушаться. Если видео понравилось, пальчик вверх, не понравилось, пальчик вниз, пишите свои комментарии. Как-то так.